Полный аншлаг собрал спектакль инклюзивного театра Канат-Талар. В Международный день людей с ограниченными возможностями труппа представила постановку «Кыз-Желаган». В центре внимания судьба девушки, которая оказалась прикована к инвалидному креслу после взрыва на Семипалатинском полигоне. Во время просмотра столичные зрители испытали самые разные эмоции. Подробнее расскажет Ардак Сагидула. Спектакль «Кыз-Желаган» еще с момента премьеры завоевал сердца зрителей. Поставлен он по мотивам повести Розы Мукановой. В центре сюжета трагическая судьба девушки по имени Лейла. Из-за атомного взрыва на Семипалатинском полигоне вся ее жизнь разделилась на до и после. На сцене получился симбиоз актеров. Свою роль играют ребята с особыми потребностями и обычные артисты. К тому же эта постановка нам очень близка. Главная героиня оказалась в инвалидном кресле после трагедии в семье. Столичные зрители раскупили билеты сразу, как только они появились в продаже. Театралы говорят, что пропускать постановку, в которой показана история нашей страны, через судьбу человека, просто нельзя. Очень хорошие отзывы о постановке, о работе режиссера. Показать спектакль именно в эту дату решение не случайное. 3 декабря в календаре отмечен как Международный день инвалидов. Актеры тщательно готовились к этой постановке. Я играю помощника депутата, который больше похож на артиста, так скажем, комедийная роль. Многие моменты, которые мы показываем, из того времени актуальны и в нынешнее. Инклюзивный театр в столице работает год, и он уже признан ООН-площадкой, которой пока нет аналогов. В труппе порядка 60 человек, большинство из них непрофессиональные актеры. В планах обучить каждого, направив на специальные курсы. Ардак Сагедула, Жебек Жола. А вот для маленьких зрителей театр «Астана-балет» представляет премьеру постановки «Снежная королева». Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра под руководством маэстро Армана Уразгалиева. Знакомая с детства история о «Снежной королеве» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона будет рассказана зрителям на языке танца. Необычный антураж, музыка и образы, знакомые с детства. Все это можно будет увидеть на сцене «Астана-балет» уже в ближайшие дни. В кино можно сделать спецэффекты, еще что-то. А я хотела сделать на театральной сцене вот это волшебство, и чтобы все в это волшебство поверили. Поверили в то, что это животные, поверили в то, что это снег, поверили в то, что королева ледяная и снежная, вот чтобы была достоверность волшебства.